Вы спрашиваете, а как-то ли так говорить, я не знаю. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Борис Леонович. Фамилия? Расторопов. Борис Леонович, а когда и где вы родились? Я родился в городе Невель, такая, на границе Белоруссии и Псковской. И когда? 1929 год. А число? Число 20 ноября. Борис Леонович, где вы находились во время войны? Там. В Невеле. Называлось, как говорится, ну, это была, ну, оккупированная была. В оккупации. Ну, мне было 19 лет. И чем вы занимались в оккупации? Нет, оккупации занимались не об ребенка, а как освободили наши уже, нашу территорию. Потом я тут подрос, уже начал работать. Работали, а где работали? Работал, а в воинской части. Не то, что там какой-то военный был, просто работали, что, ну, как, помогали в военном, мы и ящики сколачивались, и снаряды туда сувать, в ящики вкладывать. Ну, и нам давали паёк, главное, паёк давали. Понятно. Так, Борис Леонович, вспомните предвоенные годы. Предвоенные годы? Да. Было ли ощущение надвигающейся войны? Это вот 39-е, 40-е годы. Это в 40-м году был у меня отец на финской войне. Отец. Он не участвовал, он там приезжал, уезжал, форум у него был, приезжал, рассказывал, что так и так. Но это было, знаете, как-то мне было всё равно. Война, война, мир, мир. У лапту играть, у лапту, знаете, так что. Как-то не, ну, уже так это, ну, говорили перед войной, ой, куда ты едешь, куда ты учиться едешь, кому так, мы говорили. Война же будет, вот, вот, война уже горит, свет, загорит, запад там, всё такое, запад уже оккупирован, вот такое было напряжённость, вот и всё. А так, например, там, военные техники, там, что в Москве было, ну, как я могу сказать, я маленький, бомб, человек. А может быть, родители разговаривали об этом? Так они говорили, что приедет в мой отец, от возле французской войны, он не участвовал, он приезжал, рассказывает, матери рассказывает, рассказывает, как там, что видел, что сказал. Не, я имею в виду про надвигающуюся войну с Германией. Ну, да, вот, вот я говорю об этом. Как-то, ну, говорили, ну, всё, как-то нет таких, что когда, человек, кто, что, ой, война будет, ой, война будет. Не было такого. Охали да крёхали. А такого, ну, конкретно, у него не засказали, что, например, сказали, ой, страшно, ой, хотелось бы войне, ой, не хотелось. Как-то не было такого. Давайте вспомним начало войны. А как вы узнали? А, 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 как узнал? Узнал, говорит, это у нас как раз, мы же не село такое, ну, рабочий посёлок, рабочий посёлок. Ой, немцы пришли, немцы, говорю, пришли. Вот там, сто метров полтора. Ой, думаю, как это немцы какие, с рогами, с хвостами, с того света, что ли, немцы. Как это немцы? И вот так, и пришли мы за это, что я видел, что пришли мы за это, стоят вот эти танки, танков пять-шесть, и они уходят туда, и оттуда с этого, как его, ну, ага. Ну, вот они говорят, это немцы, о, мальцы, это хорошо обращались к нам, потому что не было там, ну, что мы были никто. Одежда у них такая интересная, красивая, ой, такая чистая, не такие. А наши в это время бежали, ой, это как раз, они приехали в военные, это было, это было, днём как раз вот эти немцы приехали, а вечером русские бегут, бегут от немцев. Бегут, как говорится, бегут в полном смысле слова, не идут, бегут. И как раз вот такой эпизод был, честное слово, бежит не этого русские, человек 40-50 партий бегали через наше окно, ну, недалеко, ну, через окно. Это вот, ну, мою мать, солдат один, ну, говорит, мамочка, вы как сейчас поймете? Говорит, дай, говорит, попить мне, пить, это воды попить. А, мать, вынесла ему дар, он пьет и бежит. Потом прибежал, кружку бросает, кружку бросает, не берет, а бросает, наверное, говорит, мамочка, это он, говорит, там, моя бабушка была, 55-22, говорит, отключи от Берлина в кармане, мама, ага, это он, говорит, мумаша, вот, мумаша, ключи отдали, но мне в кармане, это солдат бежит, и сам бросает эту кружку. Амадерти, сынок, как и там, и все ключи бежит, и быстрее. Вот такая, и все. Потом немцы были, оккупировали нас. Ну, вот, помните ли вы, вот именно начало войны, как вы узнали известие о том, что как вот, вот, зашло известие о начале войны? А, 22-го имира, да? Вот как-то здесь было, было 22-го ими, нет, еще, может быть, раньше, ага. Как, как, я забыл. Знаете, что говорили, ой, мальчики, немцы придут, делайте кресты, одевайте, нашли. А, 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 мы вырезали это, крестики, а, А, что, они богомольные, а мы не богомольные, что они будут, якобы, мы, у тебя глупость, говорю какую-то, я штуку вспоминаю, говорю, вы, вы мне, подсказываете. вы говорите, как, как помните. Ну, мне говорили, говорите, мальчики, одевали, а наши военные, много военных, как-то ходят, бегают, крутятся, военные наши, офицеры, одежда такая, винтовки длинные такие, одежда такая, ну, простенькая такая, а вот, и как раз вот так это, еще до этого, как, до танков, танков, что мы не видели, летит самолет, а все легли, вот как, сейчас мы легли, 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 кричит военный какой-то, ну, постарший, все легли, а я думаю, да, не попасть у нас, вот как-то вот так, и пролетел самолет, устали от военных, и побежали, и потом они бежали, километров два иха там окружили, лес такой, да, да, это лесок, окружили немцы с двух сторон, там очень много было вот этих, трупов мы зарывали, уже заняли немцы, русские заубежали, как война у нас кончилась, как вроде кончилась, не кончилась, а там все, вот лес окружили, и сказали, что сдавайтесь, русские сдавались, там говорили, это мы, ага, говорили, но они сдавались, они там какой-то сопротивлялись, и немцы били самолетом туда, били все с нарядом, вот как сейчас смотрю, вот стреляли, вот и все, и потом, ага, а потом немцы ушли дальше, и наши ушли дальше, ну вот так, а когда попали в оккупацию, это когда было? в это одном, а это уже было, вау, так вау, в июне, в конце июля, что ли, вот так, плюс, было, знаешь, тепло, тепло, и мы пошли, и пошли потом в этот лес, и мы собирали трофеи, там, как он может, знаешь, искали, там, русские бросали, и шли у плед задаваться, это было, это было, сдавались у плед, ага, вот так, сдавались у плед, и увозили их, ведут, ведут их пачками, пачками наших, такие ванны, такие заросшие, такие, ага, а вот, когда вас оккупировали, оккупировали, какое вот было ощущение, отношение к оккупантам, вообще ощущение, как вы себя ощущали в эвакуации? Все как-то бриялись, страшно, немец, немец идет, немец идет, как-то, ой, немцы, тихо, тихо, немцы идут, вот такое было, я помню, что один эпизод такой, зашел полицай, и немец к нам в дом, в дом, а полицай, это, какой-то западной Украины был, ага, и вот так, да, зашел в нашу квартиру, этого, и что такое, мать этого, этого, мы немцы, не так, болеясь, полицай, но хуже, честно, полицай, знаешь, ну, спасибо, ага, и вот, вот бежит, вот это, как его, зашел немец, и полицай, и вылезает, матка, матка, кур, немец, матка, да какие кур, уже тут, как, белые, многие забирали, уже их и нет у меня, откуда у меня, ну, раз нету, нету, они выходят, а куры там, кррр, дали себя знать, надо же, так, ага, ах ты, князь, сука, рот, ой, страшно, а, немец, нет, матку, никс, никс, матку нельзя, никс, никс, матку, а у нас, пена сортаж, дай ему пить, вот такие были, а потом немцы замерли, нашу территорию, года три, да, года два-три были у нас, немцы, уезжали, приезжали, лечились, учились, там, ну, не учились, купались в озере, ну, и как вот они к вам относились, немцы? Как они, как жили, так неплохо, а как отступали, вы потом, а как, а так жили, они было, мы, пацаны, ну, ну, нет, а где-то, а там где-то, километров пять-шесть, так там были, ночью приходили, убивали, ну, и знаете, честно говоря, они вот то, что хочу, как русские, русские убивали, придут, переоденятся в одежду, сам немец, а переоденятся в русскую, сам русский переоденятся в одежду, в немецкую, и так было. А зачем? А? А зачем переодевались? А чтобы, а чтобы обыкрасться, что-то, давай, и все, и весь ответ. Вот такой, ну, как-то, я не знаю, как ты говоришь. А партизаны были? Были партизаны. Помогали партизанам? Ага, помогали. А как помогали? А вот так, вот ты, как раз тоже помнишь, стук, стук в нашу дверь, мы уже легли, мать уже лезть спать. Заходит, здравствуй, здравствуй, мамаша, ага, вот так, мы партизаны, а мы там знали, что есть, 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 ну, какие, как-то, мы не знали, есть, мы партизаны, говорите, что у вас есть? Кушайте, или что-то, давай, не так, что не давайте, может быть, нам, что-то мать его угасшал, что-то их наливало, какие-то супа, какой-то кашу, накладывал, и вот там партизаны были, И партизаны были километра два от нас, три в лесу. Вот еще эпизод интересный. Раз как-то сделало так, приехали немец, немцы три, и немка с ним, немец, и форма женщина. И к озеру пришли, вот такое. К озеру пришли, и мы там, пацаны, мы же пацаны, это любители, смотрите, какая немка, что там, что такое немка. А смотрят, а идет оттуда с леса, ну, с военным снаряжением, котелок несет, а он там, какие-то командиры были в лесу, наши советские офицеры, какой-то, а этот какой-то черненький такой, углазкий, он приходил сюда, брал от нас пищу, кое-что брали, давали мы все, что вам могли, он уносил туда. А мы говорим, ну, я говорю, ну, вносит, так это бабы спрашивают, вот там, мне говорится, командиры, вот три человека, вот лежать, раненые, и я им ношу. Ты русский, да? Ага, русский, я уже им ношу, ага, вот так, говорили. Он нас было быстрее, вот машинка, смотрим, китайцы, китайцы, глазки такие узкие, ага. И вот было так, и вот, ага, это он, мы там, кто там, говорили, молока, кто хлеба, кто картошки, он уходил, уходил. А потом через день опять приходит, он так месяц к нам ходил, с леса, все, ага, потом не стал, а потом, ага, а потом как было? Он, он идет, и немцы здесь, а немцы, о, гуд-гуд, ком, сюда, когда два немца, и этого, и немка, как раз такой, пистолет, у ней был маленький такой, да, ну, думаю, оп, мне бы такое. Ага, он, детяму некуда, бежать не будет, а он скричал, ком, идет, он не знал, что немцы приехали с того села, с кем ты приехали к нам, к озеру, он не знал, он и шел, как обычно, а увидел, и немцы увидели, все. Он, и вот они, о, к нему, подзвали его, они видят, что он не русский, видят, что он не местный житель, глазки такие, ну, ага, о, он говорит, я такой, и, ага, и его закрыли в баню, баня была, закрыли туда, как они поедут, погуляют, покупаются здесь, заберут его и уедут, и он три-три, так у них было этого, что-то. Ну, вот, ага, вот, ага, и вот этого, этого, у бани закрыли, подперли там палочком, значит, таким, закрыли его там в бане, ага, а он, да, видишь, это дело плохо, он взял это, как его, крышу, не его крышу, потолок называют, и сбежал. Они приходят, о, выпивши, выпивши, так, это три немца или немка, такие формы, такие, ага, такие красивые, вот, о, пойдем мы моему понесем хлеба, бутерброд этому, ага, открывают, и нету его. Они, ох, ёр, ствола, ага, а они тут, ага, собрали и уехали, и мы их больше не видели тут, бутерброды, а потом, а потом, как-то на конях, ну, в общем, такие тут, как, ну, опыта. Потом, после войны, как уже, это бы, наши ушли туда, дальше сюда, в тыл сюда, ну, под Ленинградом, как говорится, сюда, в бои, потому что, Ленинград был, что, что там мой брат учился, как-то, я не интересовался, но, как Ленинград, как Ленинград, как Ленинград, ага, да, все, балма спрашивал. А, Борис Леонидович, а вот вообще следили за охотной войной? Были ли какие-то, вот, когда вы были в оккупации, информация о том, как продвигается красная армия? Было, было, ну, все, как-то, все по-разному, говорили. А откуда узнавали? Ага, а вот так, беженцы были, говорят, я живу в Ленинграде, говорят, выберусь, говорят, бегу домой, у другой города, и через нас идет и рассказывает, что происходит в Ленинграде, под Москвой. Вот, вы слышали про вооружение под Москвой? Ага, ага. Вот, когда вот сложилось такое тяжелое положение, и Гитлер почти вошел в Москву, были ли люди, сомневающиеся в победе? Были такие, что, да, вот, нашим не пройти, так, говорили, то, что как хотели, говорили, да, уже, вот, трудно нашим прийти, а хотелось бы, это не было, это надоели, это зараза, не любили, народ простой не любил, потому что зачем это им? Ну, вот, вы лично сомневались в победе? Вы лично сомневались? Как-то так, ага. Я, конечно, думал, и что приедет мой сын, отец, брат, придут, бум, жизнь, он вернется, как такое было детское, не было таких. Ну, вернусь в победу. Ага, вернусь, что победу будет, все равно думают, да, о вас не будет, не будет, не будет. А потом, в моем доме, где жил шеф-немец, это генерал, это шеф, перед ним все стояли по стойке смирно. А вы не рассказывали партизанам то, что в вашем доме живет шеф-немец? А мы бы, а, нет, это потом уже, как это, может, через месяца два, три, потом мы приехали сюда. Они вот, лечебница у них была здесь, около озера, коней мыли, коней раненых лечили, вот такая была, полк такой. Вот такое это было. Это все, у него одно время было, одно время так, другое время так, это было уже осенью было. Но партизаны-то все время были рядом? Все время были, ходили и знали, мы потом иногда отраспили, мы так вот, вау, что-то взрыв такое, затряслось, домики такие. А, говоришь, что? А, говоришь, поезд такой, Полоцак, Невель, может, вы знаете, Невель, видите, с Полоцак там леса были. Говоришь, подорвали, подорвали, баба-баби, говорят, и нам, подорвали наши партизаны, подавали немецкий шалон. Ой, там сколько убитых, ой, сколько хорошо, чтоб их убили, зараза, вот такое, вот такое. Я ничего интересного вам не скажу, это еще скучно такое, честно говоря. А вот вы слышали, наверное, о командирах, полководцев нашей армии. Кто вам казался наиболее сильным, наиболее выдающимся полководцем? Больших чинов, или нет, да. Ну, из больших. Знаете, как-то, как-то мы были такие, маленькие, еще не были такие политиканты, как-то, они сочетали, мало, только говорили, баба-баби, баба-дед баби, баба-дед баби, такое говорили. Я не понимаю, вот, например, Жуков, да? Ага, Жуков. Вот вы слышали ведь о нем. Ну, да, конечно. Вы считали его выдающимся полководцем? А я что-то как-то, да, я считал, что их много, все хорошие, а что-то я Сталин любил, я не знаю, хоть себя плеваю, сейчас это дело и каждого, это мое. А как-то Сталин, Сталин, как-то мы надеялись, что раз Сталин в Москве, живет, значит, будет, наше взяло. Вы уважали личность? Ага, уважали. Я, да, я, да. Потому что как-то много говорили, все, потом еще вот раз показывали фильмы, и войну, за Родину, за Сталина, как-то вообще за Сталина, ну, и я ж такой нервный, кто бы белый вороный был, ага. Я его уважал. Как сейчас обливают, мне не нравится, что это обливают, это мое мнение. А вот вера в Бога, повлияла ли война на ваше отношение к религии? Матери, матерь, это влияло, а мне как-то, я был как-то далек, а ты, знаете, 13 лет, парень, ну, что мы вот так, скучно, вам скучно, потому что это писательство, потому что, пойми, пойми все правильно, ну, какие большие такие люди. А мы, пацаны, 13-летние, что мы могли, какой путь, как там воевали, правильно, неправильно, ну, такое, это как-то... Вспомните освобождение, как вас освобождали? Помню. Вот вы скажете, вот. Особождение, это было в 44-й, да-да, осенью, это было такое, осенью, а осенью... Особождение, да-да-да, да, вот так. Как-то вот так. Ну, вот пришли наши, вы радовались? Пришли наши, о-о-о, мы ждали, там, взбрасывали, плакали все, что наши, наши, наши. И вот как раз пришел какой-то полк, как раз сейчас помню, пришел полк большой, много наших, поехали, плетанки, такие наброшенные, не такие, чтобы ухоженные, немцы такие были, чувак, ухоженные. Так, к примеру, вот, ага, наши пришли, и все. Я говорю, вот, садись, я не понимаю по-русски, какой-то полк попал такой, это, грузины, вот это, вот, азербайджанцы, вот эти, как-то, вот, как-то мне успел. И такие еще, мальчик, ага, парень, иди сюда, иди сюда. Потом я иду около озера, они, смотрю, вот такой эпизод, около озера иду, они смотрят, что такой суп варят, такой, ну, подставили, и говорили, мальчик, ты хочешь, вот, супу? Хочу, как же, не хочу. Супы налили, и так это, ну, хорошо обращали. А долго стоял этот полк у вас? Нет, как-то потом оно, как-то оно перезвигалось туда уже, вот, к Минску, туда уже, туда двигался, оставались. Вот еще меня, вот я понял, была какая-то, такая, полк, что, кино оставили, ездили по всем уголкам, там, и меня брали, поедем, будем, а дядя такой был веселый, такой, доброжатый, веселый, такой был, я же сразу, ну, как-то, до услуги сейчас от него уже, и вот, и поеду, так, и потом, ну, за здесь, поем, там, полксик, этого, ну, кино ставили, и меня забрали, и меня, говорит, поедем, говорит, мальчик, говорит, мы тебе, говорит, ты будешь с нами ездить, говорит, скоро берлин возьмут, чего ты, матка, нет, нет, не отдам, не отдам, не отдам, не отдам, ага, и была шахта у них, шахматы у них, игровая, такой, ездили по всем полкам, по всем, ну, тем-то, 15, 10, туда появилось, и там долго, а я там, мытаю, перематываю, и сижу в машине, ну, конфеты, там, и хорошие, такие люди. Понятно, Борис Леонидович, вы сказали, что к вам пришел полк, он был из разных национальностей, а вот не было ли каких-то, ну, конфликтов именно на национальной почве? Нет, как-то нет, только вот, и шоколад, только вот, фольк, нашего города, евреев, немцы расстреливали, вот и все, а так, а так приехали, например, там были полк, там много разных, говорит, мы о них понимаем, спроси у него, русские такие, и разные такие, еще, азербайджанцы, глазки такие узкие такие, ну, видно, что они русские, мы уже и знали, это не русские, это русские, это не русские, это русские. Но не было никакой неприязни там? Нет, ну, какое-то там, наши приехали, наши освободили, наши, наши. А вы слышали что-нибудь о власовцах? Ага, да, власовцы были. А кто это были? А, власовцы, вот как нам говорили, и шакс говорят, что он был предателем, вот и все. А шакс говорят, якобы, по телевизору иногда смотрят, я уже, я работал в телевизоре, а не на ЧПН-6, вы знаете, радио, вот у меня аппаратура, это все, и кассеты, это все, потом уже вали, он не верил. Вот сейчас говорят, годом 15, что он, говорят, что он был, Сталин ненавидел, уже, знаешь, пересаливает, вот так, уже начинает перемалывать, переславляет, и даже слышал, говорят, что вот по телевизору, что матросов не было, такое, это отбросили, так говорят, это я слышу, потом, потом, говорит, этого, вот, молодой гвардии тоже не было, это выдумали, коммунисты, это, говорили, и они, и не будут никого, а потом, говорит, Зоя Каптимьянская, говорит, не право, что я тебе, что ли, она предала, сейчас уже, говорят, только что думаешь, боже мой, не знаешь, кому и верить, понимаете, это я. А вы не сталкивались с влацовцами? А? Не сталкивались с влацовцами, это, с полицаями сталкивался, с полицаями, которые были с немцами, таких, немецкую форму они имели, уже командовали, матка, ты матом, что ты хрюкаешь, это врежу, и такой матом, что не выговоришь. А жестокие, блядь, они ненавидели как-то и молодых, и старых. А как вы думаете, почему они такие, почему они так вели себя? Ну, я думаю, наверное, немцы обещали, наверное, в какие-то золотые горы, или форма у них была красивая, и думки-то, знаете, ну, предатели, давайте так называть, в то время, вот, предатели, предатели, а мы боялись их, боялись, вот, в лас идусь, ну, вот так трясемся, что они хорошие не принесут нам, вот и все, что-то заберут, кого-то ударят, кого-то заберут, а кого-то расстрелят. А что было? Вот, знаете, интересно, кончилась война, нет, не кончилась война, война, что где-то там, вот это, Карлина Градзе, где-то вот, вот, идёт, вот, Чакословакия, Венгия, Румыния, там идёт война, а здесь одного вешали, вешали наши солдаты, вешали одного человека, врага, ну, как врага народа, как предателей вешали, в лас идусь. Вот, как сейчас помню, вот это, честно, суд был такой завешан, были, спрашивали, что, как, не знаю, что, раз, раз, ту-ту-ту-ту, и его вешали, ага, и вот его как раз, а он был, фамилия, ой, неважно, вспомнил бы сейчас, вешали, я думаю, сейчас будет дрышиться, он так, раз, и подняли его, и написано было, он как-то убил, собственно, ручен столько-то претенданок один, а потом многих, и такая была доска на груди, вот, много сослал на каторгу в Германию, местного народа, вот это было, и потом его спрашивали, говорит, интересно, говорит, вот так стоит, рука, задом, и ямку дать давали, один святитель, как сейчас помню, говори, и говори, святитель, вышел такой, старичок такой, как я, а ты помнишь, говорит, как ты, говорит, меня ударил, на этого, на влагу, на этого, даже мне зубы ты выбил, помнишь, я уже сказал, что быстрее бы наши пришли, понадобили эти немцы, а ты услышал, и ты меня ударил, вот так вот, надо же вспомнить, вот так вот, так что были, были предатели, были бадрецы. А вот скажите, что представляло наиболеешую сложность в быту во время войны? В быту? Ну, как-то нету мужчин, нету техники, нету коней, нету коров, как-то вот в блокаду, нет, не в блокаду, как немцы пришли, как-то начали забирать, забирать, постепенно забирать начали. У тебя, например, корову есть, например, мне землетелие, говорят, о, давай, матка, матка, да мне корову надо, мол, мол, молчи, мать, хорошо, берите, берите, и собирали, а коровы нет, вот такая была, вот такие вот, а мы жили и так, и все, и ждали, и думаю, что самолет летит, русский, звезда, мы радовались, вот и все, потому что наш самолет летит, нас. А вы слышали что-нибудь о полосоюзниках СССР? Потом уже, как в конце войны слышали, да, как уже, там наши, Гадерлин, Варшава, там уже Будапешт, Венгелий, Чехословакий. А вам доводилось съесть американскую тушенку, допустим? Да, ой, много раз, ага, у наших солдат, у было мясная баловая, вот этот суп, который вот, вот я, вот, давай, вот, мальчик, говорит, свиная тушенка, американская свиная тушенка, говорит, укусный суп. Говорю, хорошо, и налили мне, и хлеб отломили, и так, или, да, отломили, и дали, да, вкусно. А потом наши, как это, были у нас военные с нами, говорили, шанси, все время, говорит, мамаша, давайте, говорите, вы у меня молока налейте, я вам свиную тушенку дам, ага, свиную, ну, сухим байком даст, ну, как, говорите, потому что мне завтра идти на фронт, говорите, может, быть, и жив ли, останусь, а вы супы сварите себе, мамаша. Мать говорит, спасибо, спасибо. А помните ли вы день победы 9 мая 45-го? Помню. А как вы узнали о победе? А, а как, рыбу ловил. Ага, рыбу. Ну, все, вот, 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 будет, будет, вот, вот, уже ждали, вот, ничего не знал, ждали уже как-то, уже приходили там что-то уже, какое сообщение, какие-то, кто-то переехал, кто-то пришел, уже говорили, вот, победа будет, вот, 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 а потом как-то мы ловим рыбу с Иваном Святком такой, с соседним такой, сеткой. Эй, эй, война кончилась, давай, чувак, кончай свою рыбу ловите. Вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да. И потом, и, 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 и началось постепенно, постепенно отживать, отживать все. Домов нету, сожли, у землянков жили, которые наши, наши или немцы, там малили, и такие землянки, бункеры, и там жили месяца три-четыре, пока строились, пока постепенно. Это было. Борис Леонидович, а вот скажите, какой фильм о войне, по вашему мнению, он наиболее точно передает атмосферу военных лет и отношений между людьми вашего поколения? Опер, ну, пока, наверное, фашизм, вот, это я, нет, как-то, нет, это уже после фашизма, это показывали после. Ну, как-то их много, как и звание, вот, тех вот времен, помните, ну, которые смотрят, смотрели, какой самый лучший фильм, да, 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 самый лучший фильм. Самый лучший, самый лучший, они все такие хорошие, все такие. А может быть, книга какая-то? А? Книга? Он там, вот там, ой, книга, вот мне очень понравилась, вот эта книга, нет, нет, вот висит не могу, да, нет, нет, не, нет. Очень страшно. Человек красной звезды, вот, а Борис Полевой писал, ага, вот какой-то, этого, орден, пришел с войны, вот, этого депутата убирали, вот, вот, как-то, вот, кавалер золотой звезды. Вот, что-то мне, как-то, читал я его много раз, и как-то, оно, как-то, мое, это вот, вот, кавалер золотой звезды, вот, 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 вот. А, Борис Леонидович, а как вы думаете сейчас, почему началась война? Почему началась война? Ну, как это ясно, потому что немцы хотели завоевать Россию, вот, им мало было, все. Потом наше правительство тоже здесь ушам хлопало Сталин. это мне мое, как я сейчас узнал кое-что, кое-что, кое-что. А в то время, ну, знаете, как-то не знал ничего. Ощадывается, потому, потому что было беспорядок у России. И в конце, что бы вы хотели пожелать молодежи, которая посмотрит это кино? Посмотреть здесь молодую гвардию и быть таким, любить свою родину, любить свой народ. Это мое мнение. Какая девушка идет, такой, думаешь, боже мой, я такой ботинник не видел, как он надел. Спасибо вам. Спасибо. 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 Такое...